Ре. Вис Этерс Ирте. Рождение у Латвии начнем уже в следующем году. Сначала в торжественной обстановке вдоль границы нашей страны будут посажены 100 дубов. Потом мероприятия плавно перетекут в основные для становления независимости государства регионы, такие как Курзамы, Видзамы и Латгалы. Ну а кульминация всех торжеств ожидается в 2018 году, 18 ноября. Состоятся они возле памятника свободы и здесь, на набережной 11 ноября. Отмечать круглый юбилей страны будем целых пять лет. И это не случайно. Именно пять лет истории сыграли самую важную роль в становлении Латвийской республики. А все начиналось в 1917 году. Именно тогда Совет Латгала, Видзама и Курзама поддержал идеи об автономии Латвии. Еще через год рождения страны, потом героическая победа над войсками Бермонта, в 1920 году работу начинает первый парламент, а чуть позже Латвию признает международное сообщество. Все эти пять лет 20 века перенесутся в 21 столетие. Мы хотим, чтобы праздник пришел в каждый дом. Именно поэтому действия пройдут в самых разных уголках нашей страны. Село едет в город. Ночь древних костров на побережье Балтийского моря. Большой субботник. И это лишь часть запланированных на следующий год мероприятий. А 4 мая, в день восстановления независимости, жителям предлагают сесть за стол и просто побеседовать на тему свободы Латвии. Эта традиция получила название «Праздник белой скатерти». Главный атрибут праздника из рук министра культуры получил директор Латвийской национальной библиотеки. И это очень символично. Ведь именно Замок Света станет эпицентром событий, посвященных столетию Латвии. В следующем году здесь обещают представить возрожденную латвийскую энциклопедию. В начале 90-х годов перестали выпускать национальную энциклопедию. Было несколько попыток ее возродить, но все они оказались тщетными. Мы, начиная с 2015 года, работаем над созданием большой электронной энциклопедии на латышском языке. О жизни в стране лучше, чем жители Латвии, никто рассказать не может. Сто лет страны и сто вдохновляющих рассказов. Портал ТОЭСЭЛВ знакомит с будущим поколением современной Латвии. На данный момент ТОЭСЭЛВ у нас 25 историй. До конца года, я думаю, что мы опубликуем примерно 30 историй. Это будет уже первый этап этого года. И потом в течение 2017 и 2018 года, мы надеемся добрать этих всех 100 историй. Еще одно немаловажное дополнение. На этой неделе на портале ТОЭСЭЛВ заработала раздел на русском языке. Видеоматериалы непридуманных историй дополнились также субтитрами на русском. Столетие Латвии не обойдет стороной и латвийские школы. Время от времени известные в стране художники, музыканты, писатели и другие деятели культуры посещают учебные заведения. В течение пяти лет, что будет длиться праздник, таких визитов станет больше. Так называемый рюкзак культуры латвийских школьников станет заполненным различными мероприятиями и необычными встречами. Это не дополнительно к учебе, а это становится частью учебы, частью учебного процесса. И все мы вместе будем учиться понимать, что это является очень важной компетенцией в 21 веке. Этой осенью в восьми школах Латвии уже проводится пилотный проект. Посещение театральных представлений, музыкальных концертов и беседы о культурном наследии страны. Рюкзак культуры в полную мощь заработает в 2018-м во всех школах Латвии. Тогда же ожидаются и главные и самые масштабные торжества столетнего юбилея.